Сбор голосов проводился в течение месяца с 9 января. Свои предложения местные жители оставляли в оборудованных боксах, которые располагались в районных администрациях. В своих обращениях, их было 1647, они предлагали облагородить скверы, прогулочные зоны, набережные рек. Меньше всего заявок поступило из Лазаревки, а самыми активными оказались жители Хостинского района. Они подали больше 560 заявок. Большинство жителей Хосты голосовало за благоустройство двух территорий. Первая территория общественная – это Курортный проспект Микроя-Благодать. В районе дома 105-5, 186 заявок отданы за эту территорию. И вторая общественная территория, это тоже пользуется спросом, наша Мацеста. От новой до старого ванного здания мы хотим связать Эренкором. Вот эта территория, второе место, заняло 138 заявок. Сегодня к работе приступила муниципальная общественная комиссия. Она отберет самые популярные заявки, которые в дальнейшем будут переданы на рейтинговое голосование. Она состоится 18 марта, в день выборов президента. В итоге, благодаря федеральному проекту формирования комфортной городской среды, в этом году в Сочи будет разбито 8 новых парков и скверов. Столько же в следующем. Они будут сделаны по типу тех, что открыли в районе фабрицы у Саэли, например, на Бытхе. На благоустройство одного сквера будет потрачено более 35 миллионов. Всего же из федерального бюджета на создание комфортной городской среды Сочи в этом году получит 250 миллионов рублей.